На форуме Борис Дубровский также отметил, основная задача правительства региона сейчас создание условий для бизнеса, чтобы предприятия включились в экономические взаимоотношения стран Шанхайской Организации Сотрудничества и в подготовку к саммиту ШОС, который пройдет в Челябинске в 2020 году. Деньги под проекты уже готовы предложить Южноуральские банки. Вот что нам рассказали ВТБ. Причем мы уже обращались в Министерство финансов и с Пшеницыным общались на эту тему, что вы нам озвучите те потребности, которые есть, чтобы мы могли вовремя включиться. На сегодняшний день есть определенное понимание объекта, который будет строиться за счет федеральных средств, а есть понимание по некоторым объектам, которые будут строиться за счет наших региональных средств, в частности, вот этот вот конгресс-холл. И мы высказали свое пожелание, что мы готовы включиться в любые проекты, которые будут. На что нам сказали, что, как правило, эти проекты с одобрением правительства Челябинской области реализовываются, но они будут реализовываться частным бизнесом. И в данной ситуации уже непосредственно представители частного бизнеса должны обращаться в тот банк, к которому они хотели бы получить финансирование для реализации этих проектов. Малый и средний бизнес региона готов поучаствовать в подготовке к саммитам, однако предприниматели заявляют, как это сделать, пока неизвестно. Что касается кредитования, то предпринимателей больше волнует условия. Суммы займов — это уже второстепенно. Ну, с учетом того, что еще пока непонятно, как бизнес в Челябинске вообще может в этом участвовать, информация пока довольно закрытая в общественной плоскости, поэтому здесь пока сложно местным предпринимателям ориентироваться. Второе. Все кредиты, которые ВТБ говорит, что он готов предоставить, конечно, он готов предоставить. Я думаю, что это просто будут обыкновенные стандартные продукты. Если, конечно, это продукт особенный и под особые условия, именно по саммитам Шоссе Брикс, это было бы интересно. Но у меня сильные сомнения. Это будет интересно, например, если Челябинская область даст поручительству этого предпринимателя. Бизнес идет закрытым тогда, когда будет понятно, как можно работать и зарабатывать на этих объектах Шоссе Брикс. Вопрос в том, кто будет с генеральным подрядчиком, кто будет дальше все подряды раздавать. В каких условиях? Пока что вопрос не в сумму, а вопрос в условиях участия в таких фундарах. То есть, если предоплаты не будет, если оплата по факту выполненных работ в 4-х лет и так далее, конечно, это все будет поинтересно. В Министерстве экономического развития Челябинской области также сообщает о частых звонках и вопросах от желающих поучаствовать в подготовке к мероприятию. И специально для этого в июне ведомство организует бизнес-форум, где предприниматели смогут обменяться контактами, застройщиками и обсудить условия. Продолжение следует...